Здравствуйте, друзья, меня зовут Фёдор, я начну для вас курс энергетического рисунка. Сразу хочется сказать, что к данному моменту вы уже должны освоить базовый курс, пройти техники набора энергии, повышенного энергопотенциала и научиться ходить в транс. Это нам будет необходимо, мы с этого будем отталкиваться. Энергетический рисунок — это техники, которые позволяют с помощью графических инструментов на бумагу выводить информацию о явлениях, событиях, людях и оказывать воздействие на эти события, обратную связь. Техники энергетического рисунка прекрасно ложатся на практику Вики, являются отличным дополнением к ней. Во многих аспектах мы это рассмотрим далее. Являются расширением арсенала вашего, эффективны для тех, кто более склонен к визуальному восприятию информацию, к образному. Но им не стоит пренебрегать и остальным, все найдут в нем полезные для себя моменты. Мы перейдем в мою комнату и продолжим занятия по энергетическому рисунку уже на практике. Я начну с основ. Мы рассмотрим базовый рисунок и основные инструменты, которыми будем пользоваться. Я подготовил для нас рабочее пространство, на котором буду вам показывать, как, что делать, как мы работаем. И начнем с инструментов, которые мы используем для энергетического рисунка. В первую очередь это, конечно же, кисточка. Лучше всего подойдет кисточка для каллиграфии. Вот такого вот вида я, например, рекомендую использовать, вот, называется она мышиный хвост. Она оптимальна для проведения тонких линий, закрашивания. В принципе, ее достаточно для работы. Также можно использовать и другие пишущие инструменты. Мы о них чуть позже поговорим. Они имеют свои достоинства и недостатки, в зависимости от ситуации, где нам надо пользоваться энергетическим рисунком. Вот что касается кисточки. Может еще использоваться такой ее современный вариант, как ручка с кисточкой, которые широко применяются сейчас в Японии. Из Японии перешло в графику, в живопись европейскую. Я использую еще, кроме кисточки, как походный вариант, я по рекомендации мастера использую походную такой набор из ручек. Вот стандарт в области энергетического рисунка это использование ручки Паркер. У меня она была с незапамятных времен, кроме меня никто не пользовался. Лично моя ручка, никому ее не даю. И, собственно, со всеми инструментами, с которыми я работаю, я советую поступать точно так же. Как вместе с ней я еще такую вот перьевую ручку ношу. В зависимости от ситуации, если мне одной ручки не хватает. Потому что кисточку с собой не везде практично носить. Кисточка это классика, но более практичный современный вариант везде под рукой это ручка. Возникла какая-то ситуация, возникает необходимость воздействия на ситуацию. Ручка ваша личная всегда под рукой. Вы взяли, достали лист бумаги, быстро разрисовали, вынесли ту ситуацию, которая вам нужна. Быстро-быстро ее прорисовали, сконцентрировались на ней и максимально быстро можете на нее повлиять. Что касается бумаги. Мне, например, легче работать. Я иногда ухожу в ширину, в объем. Я использую такой газетный лист, типографской газетной бумаги, который как свиток. На нем работаю. Здесь у меня и пространство, но есть стандарт. В нашей школе используются вот такие вот тетради. Для работы с энергетическим рисунком сразу идут с логотипом, символом школы. Легче сонастраиваются. Это уже вас в определенное состояние подводит. Две тетради используются по разному назначению. Первое используется как рабочее для энергорисунков. То есть, откидывается лист и на чистой стороне, без заднего никакого фона, начинаете работать. Потом лист отрываете и уничтожаете согласно рекомендациям по уничтожению энергорисунка. Также в других школах можно использовать планшет с поджатыми скрепкой листами. Это тоже хорошо. Каждый делает как ему удобно. Вторая тетрадь используется как конспект для записи видеоуроков. Улучшает тоже восприятие. Легче работать сразу уже берешь. Это как личная твоя тетрадь с техниками школы. Сразу сонастраиваешься на работу. Теперь поговорим о туши. Я сторонник использовать готовую жидкую тушь. Не важно какого производства. Главное, чтобы вам она нравилась. Есть и отечественная. Хотя на самом деле отечественная это перепечатанная китайская. Китайская. Есть еще чешская Кахинор. Довольно неплохая, но имеет высокую стоимость. Но имеет широкую палитру цветов. И есть еще отечественная гамма. Тоже неплохая. Поэтому на первых этапах все, что под рукой, все используйте. Набираем тушь. Чуть-чуть. Хорошо рядом держать салфетку, поскольку иногда лишняя вода бывает набрана. Для начала входим в трансовое состояние. Работаем через созданный энергетический сгусток над головой. Через него мы будем выходить на нужные нам объекты, людей, явления. Считывать информацию с них. Этот сгусток подсоединен у нас к полям мозга, к шишковидной железе. Через него будет происходить связь с головным мозгом. В головном мозгу будет происходить трансформация, конвертация импульсов получаемых. И далее вывод на руку полученной информации. После того, как мы познакомились с нашим инструментарием основным, я рекомендую, и так положено, каждое занятие начинать с подключки, с сонастройки, с техниками школы. И у нас в школе выполняется базовый рисунок для сонастройки со всеми мастерами школы, для вхождения в резонанс с мастерами прошлого, с нынешними мастерами, для повышения своих биопотенциалов и для освоения скорейшего техник школы. Это выполнение базового рисунка школы. Сейчас посмотрим, как это рекомендуется и надо делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok